всем привет последнее время начала изучать различных ученых книжки видео о квантовой физике и работе нашего мозга вот эта тема мне очень близко и интересно и я все время нахожу доказательства того что ученые это все что я говорю доказывают на своих экспериментах и все это работает и вот мне очень понравилось там одна ученая я за ней слежу уже наверное полгодика может быть вот американская ученая имя все время забываю и она исследует уже 32 года наш мозг мозг это бортовой компьютер наш его самая основная функция это постоянный рост то есть в мозгу выращиваются целые сады деревьев деревьев наших решений нашего опыта то есть пришла какая-то мысль зародилась в нашей голове мы тут же начинаем это чувствовать и у нас в мозге возникает какое-то решение и вот вот это вот цепочка подает электрический импульс то есть когда наш мозг растет и развивается то у нас мозгу постоянно происходят эти электрические импульсы которые вызывают квантовую волну что такое квантовая волна так когда движется фотоны и мы своим вниманием и развитием мозга отправляем эти фотоны во внешнюю картинку мира в реальность и эти фотоны поддерживают всю вот эту киношку которую мы наблюдаем то есть мы с людьми обмениваемся фотонами а наше тело это квантовая волна и тем самым поддерживаем тело то есть свое собственное тело мы поддерживаем и тела других людей и все материальное что мы в этом мире видим то есть это если на более высоком уровне наш мозг вырабатывает эту квантовую волну эти фотоны для поддержания картинки мира в которой мы с вами живем так вот чтобы мы могли этими фотонами проецировать этот внешний мир создавать его буквальном смысле создавать свое собственное тело и создавать тела других людей и поддерживать эту картинку мира нам нужны постоянные электрические импульсы в мозгу как только мы перестаем развиваться наш мозг перестает в большом количестве эти электрические импульсы посылать и наш мир меркнет и наше тело как вот мы в прошлый раз с вами говорили по поводу старения и болезни и так далее вот для поддержания своего тела и поддержания всего мира на нам нужно постоянно развитие мозга мозг развивается и растет передаваете все электрические импульсы создавая эту картинку мира через фотоны квантовую волну когда мы познаем новое то есть когда мы выращиваем эти сады деревьев то есть в нашем мозгу идет отросточек мы что-то новое познали отрастает еще один отросточек еще какая-то мысль новая пришла мы ее познали идет еще отросточек то есть наш мозг это постоянное переплетение вот этих вот отростков наших мыслей по по которым бегает электричество и чтобы мозг развивался на все время нужно познать что-то новое нам все время нужно находиться в состоянии беспокойство но это беспокойство спокойное наше развитие если вы в какой-то зоне комфорта перестали развиваться познавать новое углублять свои здания каким-то образом наш мозг перестает так эффективно развиваться и подавать вот эту вот квантовую волну для поддержания ну тех желаний которые мы хотим то есть вообще все наши желания время весь мир это продукт наших желаний проецирование вот этой волны фокусом своего внимания на том что мы хотим видеть и чтобы мы эффективно могли создавать этот мир поддерживать наше тело тела других людей наше здоровье мы должны постоянно идти в новое мы должны постоянно развиваться мы постоянно должны углублять свои знания оттачивать свое мастерство во всем здоровый мозг который постоянно развивается как у ребенка с любознательностью обо всем вот что пришло в голову мы начинаем это анализировать познавать действиями укреплять принимая какие-то решения то есть пробуем эту мысль да на вкус какая она что с ней можно сделать как ее можно выразить как можно прожить с этой мыслью как можно ее понять наш мозг начинает функционировать это основа нашего психического здоровья то есть развитие мозга постоянно новое еще раз повторюсь изучение всего и углубление того что вы знаете это основа психического здоровья если вы психически здоровы постоянно развиваетесь соответственно вы проецируете этот здоровый мир вокруг себя и здоровое тело но как только вы чувствуете какие-то проблемы заболевания болезни болячки это говорит нам о том что ваша психика страдает почему все всегда говорят что все проблемы все здоровье время здоровья все болезни от нервов вот они как раз таки от того что у нас здоровье психически пошатнулась то есть мы психически не здоровы потому что психическое здоровье это бесконечный рост мозга это его функция постоянно расти мозга мы анализируем информацию и включаемся и просыпаемся примерно 10 раз в секунду а бессознательно это 10 в семнадцатой степени 400 миллиардов раз в секунду мы фиксируем какую-то мысль и что-то чувствуем мы принимаем на основе этого решения то есть 400 миллиардов раз в секунду наш мозг растет выращивает новый отросточек как только вы перестаете думать анализировать принимать решение идти в новое углублять свои знания ваш мозг начинает тормозить соответственно в вашей жизни идет тормоза по всем фронтам тормоз по здоровью с деньгами с отношениями ну и вся картинка мира тормозит потому что вы не излучаете в этот мир вообще ученые почему-то сейчас начали называть эту квантовую волнуете фотон и любовью вы перестаете излучать любовь основа всей нашей жизни и поддержания тела друг дружки а мы обмениваемся этими фотонами в буквальном смысле слова от нас отделяется волна эти фотоны мы просто внедряем друг друга эти фотоны обменивая взаимодействия друг с дружкой создавая поддерживая тела прикиньте это вообще очень круто и вы можете проецировать те картинки мира и те желания которые вы хотите но только в одном единственном случае если вы будете развивать свой мозг и постоянно изучать что-то если вы не будете ничего изучать и как вчера был комментарий мне уже 56 лет меня уже ничему не научить я уже старой формации мне уже это сложно я уже не могу мне это уже не надо нажать кнопочку это же нужно постараться это нужно напрячься это нужно что-то сделать это же нужно узнать в конце концов не я не могу мне 56 лет это все ну как бы если вы себя хороните в 56 лет то пожинайте плоды своих болезней и увядание вашего тела и в дании всей картинки мира что все вокруг становится говно потому что жизнь просто говно становится а почему она становится потому что вы поставили себе запрет на развитие мозга вы не хотите развиваться вы не хотите познавать новое люди старой формации я старой формации все куда мне я там вырос 90-х 80-х не 70-х я не знаю в каких годах сейчас мир очень быстро развивается мы обмениваемся с вами квантовая волна в усиленном режиме на высоких скоростях и нужно успевать за этим всем делом нужно это все изучать вокруг вас если вам что-то люди говорят внимательно блин их слушайте начните изучать что вокруг вообще творится и говорится перестаньте быть я в домике мне 56 лет я все я заканчиваю эту жизнь мозг перестает отращивать эти сады деревья решений и вы перестаете просто у вас нету ресурса и материала поддерживать этот мир и в том числе свое здоровое тело потому что ваше здоровье психическое катится вниз так что развитие мозга это основа вообще основ идти и познавать идти и изучать углублять свои знания и вот хотелось мне это очень сильно вам сказать и перестаньте придумывать отмазки почему вы это не можете либо не хотите либо вы уже старый ваша мысль которая укореняется что вы уже старый делает вас старым и больше ничего именно те решения которые вы 400 миллиардов раз в секунду принимаете делает вас теми кто вы сейчас есть и делает ваше тело таким как оно есть но именно ваши мысли ваши чувства ваши решения это делают не какой-то бог извне вами не руководит никто извне на вас не влияет только ваша мысль только ваше чувство на эту мысль и принятое решение от этой мысли что я все постарел куда мне там до до всего этого я уже не могу мои мозги атрофированы ваш мозг бесконечно может развиваться и обновляться и проецировать это здоровое тело иметь вполне психически здоровое тело и и и мозг и это все ваших руках если вы начнете познавать этот мир изучать читать призываю всех начать делать эксперименты вот на любую вашу мысль осознанную чтобы вам хотелось попробовать изучить поехать посмотреть почитать познать узнать пойти сделать эксперимент и воплотить это в жизнь пойти и узнать не сидеть не отращивать корни на диване и идти в новое постоянно вот эти все ваши страхи это синдром нострадамуса это ваша очень бурная фантазия а если я это сделаю то чё будет мне страшно и начинаете там себе придумывать целые ветки каких-то ужастиков фантастических вы еще не попробовали но уже поставили на себе крест у меня не получится писать на марафоне писательском поэтому я не буду писать тексты ребята которые попробовали они просто такие таланты в себе открыли но мало того что талант да их психика сейчас начинает приходить в норму потому что они выплеснули эмоции они очень много узнали о себе они очень много вытащили своих мыслей решений чувств на бумагу и просто увидели себя со стороны и поправили и здоровье у нас много похудевших самое что интересно как я обещала что если вы выплесните все свои эмоции на бумагу то вы похудеете так и случилось вот я не нострадамус просто эта цепочка она взаимосвязана и очень понятна для меня и не бойтесь идти в свои страхи и пробовать не бойтесь брать и делать перестаньте придумывать а вдруг у меня не получится это самое ну просто пипец от маска чтобы сидеть в своем комфорте ровно на попе у вас уже не получилось как только вы подумали а что что у вас не получится но если вы попробуйте у вас есть шанс что что-то получится она в любом случае что-то получится нету конкретной задачи получить что-то конкретное есть задача познать новое когда вы что-то попробуете а если вы попробуете то вы уже познаете но вы уже начнете мозги свои развивать вы уже начнете изучать эту квантовую волну фотоны которые поддержат этот мир и ваше желание реализует но только после того как вы взяли и попробовали вы не знаете вы не нострадамусы не ванги вы не знаете как что будет но зачем вы заранее себе придумываете что у меня уже не получится вы попробуйте и только после этого можете сказать мне не получилось но даже после этого мы можете еще раз у вас есть миллиарды шансов попробовать еще много-много раз до тех пор пока не получится как с лампочкой эдисона или как взять пример даже вас самих воспоминания о детстве когда вы пробовали учиться ходить держать ложку и учить азбуку алфавит что там у нас таблица умножения читать писать вообще жить в этом мире вы же пробовали множество раз вы же никогда себе не говорили блин у меня не получится в пеленках лежащий жить и поэтому я не буду жить мама роди меня обратно нет вы же так не говорили вы просто пробовали миллионы раз пока вас не получилось но каждый раз говорить о том что у меня не получится и не делать этого все вы на себе крест ставите все проблемы все болячки каждый раз вы спрашиваете об одном и том же почему мне нога болит почему у меня задница были чем не голова болит почему у меня зрение по почему дети болеют почему денег нет почему отношения портятся почему 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 да только из одного потому что у вас есть решение которые вы приняли ничего не делать каждый раз возникает мысль чувство вы принимаете решение пропустите это мимо вас только из-за этого ваше психическое здоровое состояние когда вы развиваете свой мозг идя в новый еще раз повторюсь проецирует во внешний мир здоровое тело здоровые отношения и все ваши желания начинают исполняться но только когда вы развиваетесь страх это надуманная фигня которую вы тут же придумываете на ходу зачем вы это делаете стопы стопы просто бейтесь по башке больно чтоб плакать аж прям можно было каждый раз себя там я не знаю хоть чем рукой битой по голове когда вы говорите у меня не получится либо мне страшно поэтому я не буду это делать пинайте себя а как вы хотите вам страшно и я не буду это делать у меня не получится все ждите болезнь ждите головную боль и ждите отваливающиеся зубы ждите плохое зрение потому что у вас всегда отражение того что вы не хотите что-то делать из-за ваших шаблонов всегда отразиться на здоровье всегда отразиться на деньгах всегда отразиться на отношениях корень и основы это психическое здоровье нашего мозга который принимает осознанно 10 раз в секунду решения которые вы идете выполнять ваши 9 решений с 10 в секунду ничего не делать ваши 9 решений когда возникает мысль не идти и не пробовать поэтому ваш мозг атрофируется рак мозга что там у нас головные боли инсульты все только от того что все ваши принятые решения от того что вы не хотите познавать не хотите его развивать здоровый мозг без рака без инсультов без болезни без мигрени только когда вы познаете новое еще раз буду повторять тысячу раз это видео когда вы же наконец-то очнетесь люди когда вы начнете наблюдать за своими мыслями и за своими чувствами и принимать решение в сторону познать это и увидеть и воплотить это в жизнь пойти попробовать и все попробуйте раз попробуйте два до 1000 раз пробуйте каждый раз с каждой вашей пробой с каждой вашей ошибкой ваш мозг развивается это здоровая психика здоровая психика здоровье всего тела ваш мозг посылает электрические импулы импульсы квантовую волну фото на поддержание всего материального мира понимаете вы весь мир поддерживаете своим сознанием подсознаниями за как хотите мышление мозгом все вместе вы поддерживаете этот мир излучая эту квантовую волну все эти фотоны которые выстраивают этот материальный мир но эта волна идет когда когда ваш мозг развивается и выращивает эти сады деревья ваших знаний